В эфире Первого Ярославского, утреннее телерадио-шоу Первая Студия. Прыгнула на стул, друзья! Первая Студия начинает свою работу сегодня с 7 до 8 утра. С вами будем мы, Серёжка Воронин, Лёшка Торхов и Ксения. Новый год впереди! Рубьёва! А я всем уже сказала, что я не люблю это имя. Нравится, когда Ксюшка, поэтому, друзья, звоните нам сегодня по телефону прямого эфира 744-636, группа ВКонтакте Первая Студия. Обсуждаем подготовку Ярославля к Новому году, да и не только Ярославле. Если вы из других городов, звоните, рассказывайте, как ваш город украсили, какие интересные планы в вашем городе на новогоднюю ночь, новогодние каникулы, что будет интересного происходить, что вы уже успели увидеть своими глазами, как вам украшение Ярославля, если вы живёте в Ярославле. Ну и, соответственно, вашего города, если вы живёте в другом, любом другом городе. 744-636, группа ВКонтакте Первая Студия. Ждём ваших звонков, ждём ваших сообщений. Сегодня поиграем, пообщаемся, расскажем всё то, о чём вы ещё даже и не знали. Поэтому, друзья, сейчас новости о Серёже Воронина, а потом встретимся вновь. Новости. В Ярославской области гриппом у РВИ заболели уже более 11 тысяч человек. Аналитики узнали, сколько ярославцам приходится копить на новое авто, и хоккеисты-локомотивы помогли молодёжке победить на Чемпионате мира. Начало восьмого в Ярославле, о самом главном, прямо сейчас. В Ярославской области гриппом у РВИ заболели более 11 тысяч человек. Такую информацию приводит областной департамент здравоохранения. В 199 случаях в ходе лабораторных исследований был выделен штамм вируса гриппа АН3Н2, так называемый гонконгский грипп. Специалисты отмечают, что дети – это большая часть заболевших. На карантин закрыто 6 школ, 160 классов, из них 61 в Ярославле и 85 групп в детских садах. По данным автостата, средняя цена новой легковушки в Ярославской области чуть больше миллиона рублей, а средняя зарплата 27 тысячи рублей, 700 рублей. Для заработка на новое жилье у жителей Ярославской области необходимо работать 3,5 года, при этом не тратить деньги ни на что, кроме накоплений. И представители Ярославского локомотива результативно провели матч за сборную России на молодежном чемпионате мира. Россияне разгромили Латвию со счетом 9-1 на счету Даниила Юртатина, голой передачи у Александра Полуина, две заброшенные шайбы и два ассиста. О валюте по Центральному банку. Доллар сегодня 60 рублей 86 копеек, евро 63 рубля 57 копеек. О погоде расскажет Алексей, настоящий Дед Мороз Торхов. Погода. В среду в Центральном регионе сохранится циклонический тип погоды. На фоне роста атмосферного давления местами пройдет снег и немного подморозит. Сегодня в Ярославле ожидается пасмурная погода, возможно, небольшой снег. Днем температура воздуха составит 2 градуса ниже нуля, ночью минус 4. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами обсуждаем украшения городов к Новому году. То есть мы говорим о Ярославле, потому что мы сейчас здесь. Честно говоря, мы тут находимся, поэтому нам-то логично об этом. Говорите, вы нам можете звонить из других городов, нашей области, не нашей области. А Россию. Обязательно звоните, рассказывайте, как украшены ваши города, нравится ли вам это. 744-636, телефон прямого эфира, группа ВКонтакте, Первая студия тоже для вас. Вы можете передавать там привет и поздравлять всех с наступающим, желать лучей, добра, оленей счастья и всего на свете. А также присылать свои фотографии, например, с улиц ваших городов, ну или нашего замечательного города Ярославля, рядом с красиво украшенными местами. Мы все обязательно покажем, все зачитаем, передадим все приветы и обязательно-обязательно похвалим вас за это. Ну вот в конце концов, что это доброе мы должны нести в массы, что называется. А сейчас мы заявляем рубрику «Игры разума», поиграем. Игры разума Я от радости, друзья, аж подавилась. У меня прям в горле ком встал, так хочется поиграть с нашими телезрителями, что не могу. 744-636, хотел сказать, миллиметров ртутного столба. Вот совсем у меня заложено. В норме, оставь это мне, пожалуйста. Друзья, в общем, обсуждаем сегодня украшение нашего замечательного Ярославля. Вот я могу по себе сказать, я здесь живу, по-моему, 7 лет. 7. Могу ошибаться. А регистрация уже есть? Временная. Друзья, не слушайте еще, что говорят эти юноши достойные. В общем, я гуляю по нашему городу, я впервые вижу такую красоту, правда. Согласен, преобразился просто замечательный Ярославль. Невероятно. Не хватает еще новогодней погодки, вот эти лужи, слякоти, чтобы снежка... Обещал же Торхов нам, минус 150. Минус 7 будет. Ребята, минус 7 будет, обещаю, все будет в порядке. Минус 30 должно было быть в Новый год. Это слезть слишком. Это не сушки других. Я помню, я ехала как раз на эфир, на первую студию, и как раз еще только половина деревьев, которые вот от ДК Добрынина, да, идут в этом скверике, было украшено. Я думала, уже красиво, просто уже было невероятно красиво. Потрясающая иллюминация в городе, потрясающие сполинские эти елочные игрушки, которые расположены... Шары вот эти. Прекрасные, да, вот сейчас мы с вами видим, как красиво все горит. Красотища. Это мост наш замечательный. Все подсвечено, все очень аккуратно, все очень, как-то, я не знаю, со вкусом, я считаю. Не просто наляпали, как везде. Я вот тут недавно в Иваново была, и вот честно вам скажу... Ничего не говори про этот город. Обожаю этот город. Обожаю этот город. Там трикотаж висит на улицах. Да, трикотаж висит на улицах, украшенный. Вот честно, там тоже ведь есть елка, там тоже украшены какие-то места, а выглядит на самом деле это безвкусно. У нас действительно, с точки зрения красоты, это правда очень здорово. Вот эти замечательные снеговики, вот эти замечательные обвешенные деревья. Дерево, да, казалось бы, просто дерево обычное. Вот насколько красиво можно это сделать, чтобы и глаз радовался. Таксисты, которые вот ездят, они говорят, это невероятно просто. Ночью включаются... Можно фары не включать, так светло. Можно фары не включать, настолько светло на улице, и это правда. Это вот таксисты, да, они чувствуют себя немножечко в Москве. Так. И московский тариф начинают сразу выдавать. Потому что я когда вышел на улицу Кирова, когда впервые увидел эту красотищу, я, правда, я себя ощутил в Москве, вот на Арбате, да, где-нибудь. Я стоял, так смотрел, а люди все фотографируют и фотографируются все там. Так да. Это просто класс. Это вспомните, я же... Ну, все уже, наверное, знают, что я любитель Инстаграма и любых социальных сетей. Я обратил внимание на то, что все прошлые года люди ездили в Москву, фотографировались где-то там на фоне этой красоты. Выкладывали хэштег Москва 2016. Да, наконец-то появилось новогоднее настроение, писали эти самые люди. Друзья, в Москве, смотрите, какая красота, в Ярославле этого не было. А сейчас все фотографируются в Ярославле, и ни в какую Москву они не уезжают, потому что говорят, новогоднее настроение у нас здесь. Друзья, у нас есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе-доброе. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Ксюша, Алексей, Сергей. Ой. О, Ксюша. Анна. Поняли? Поняли. Анна через нас. Анечка, это вы, да? Да, да, да. Отлично. Анечка, ну расскажите, погуляли по Ярославле? Сама Ярославская? Да, да, да. Какой дерево? Это Ярославль у нас, Анечка. А где вам больше всего понравилось? Где были? Так, во-первых, уже проехались на троллейбусе у нас на новогоднем. Ой, и как впечатление? Да, слушайте, очень красиво. Там Дед Мороз катается. Да, за баранкой, кстати. Да, внутри. А вы с ребеночком там были, да, ездили? Да. А как вам удалось туда попасть? Просто мы говорили о том, что с вами... А я, наверное, не на том. Вот уже с операторами сейчас у вас разговаривала. Там, говорят, какой-то еще есть троллейбус, на котором регистрироваться надо через мэрию. Да. А этот, видимо, обычный просто ходит. Да, кто-то украсил просто. А, Данечка у нас... Или в определенные, может, часы какие-то днем, может, с 12 до 2. Ага. У него действительно есть определенные часы, определенный маршрут. И действительно, чтобы прокатиться на этом волшебном троллейбусе, нужно регистрироваться заранее. Да. Туда можно попасть с детишками и насладиться вот этой атмосферой. Да, насколько мне известно, там уже все записано. Маршрут продлили до конца новогодних праздников, но уже рейсы все расписаны. Это до какого числа? Да, по-моему, до конца, до 9-го. До июня. В январе. Анечка, видите, какая информация из наших уст вам в уши поступает, прям, чтобы вы все-все знали. А там вообще красиво у нас город разукрасили. Везде фонарики, все везде светло, красиво. А новогоднее настроение появляется от этого? Да. Ну, правда же очень здорово. Конечно. Анечка, давайте с вами поиграем, быть может. Давайте попробуем. Давайте. Леша Торхов подготовил вопросы, он вам задает, вы отвечаете. Не отвечаете, мы радуемся, если плачем, если очень надо, ну, не расстраиваемся в любом случае. Привет. Нет, передаем, мы еще раз говорим, как красиво. Ага, слушай. Готовы? Готово. Итак, перед Новым годом в этой стране все наполняют бокалы водой, а когда часы бьют 12, выплескивают ее через открытые окна на улицу. Где это? В Китае, Финляндии, в Италии, либо на Кубе. В Китае, Финляндии, Китай, Италия, либо Куба. Я думаю, что это Италия. Нет, к сожалению, ну, я так прямо болел за вас. Анечка, давайте приветики передадим. Передаю привет, конечно, вам. Спасибо. Родным, близким, знакомым, все, кто меня узнал. Анечка, вы потрясающе. Звоните там обязательно еще, мы до конца этой недели в эфире. Друзья, звоните нам 744-636, призы будут ваши. Рассказывайте о нашем красивом новогоднем Ярославле. Это действительно очень важно. Это очень интересно нам с вами, как жителям, обсудить такую красоту в нашем любимом городе. Да, продолжает преображаться у нас в районе, так, в Заволжском районе, в поселке Резинотехника, на территории 69-й школы усыновили необычную горку. Аналогов такой горки в Ярославле пока нет. Она сделана из самых современных полимерных материалов. Сооружение является износостойким и послужит району долгие годы. То есть это... Детишки уже катаются. Это прям навсегда это, да, горка получается? Практически, да. Тут видишь, тут пластик, не дерево, а покрытие пластик. Причем скользишь буквально, ну, в обуви, без снега. А там льдом не единеет? Да, еще круче будет. Я вспоминаю свое детство. Вот эта деревянная горка прокатился и вот такие занозы в одном месте. То есть у тебя была горка даже деревянная в детстве, Сережа? Была, была. Мы-то сами ее и снежочкой водой поливали и садились, и катились. На самом деле... По поводу горок. У нас в каждом районе горка есть, правда, и там можно покататься. Но ее надо найти. Ну там, да, есть адреса, можно обязательно поискать в интернете, можно на сайте мэрии тоже посмотреть, где и какие горки располагаются. Вот у меня, например, в Красноперекопском районе, у парка Нефтяник, на Маланово, у дома номер 10, на Московском проспекте, у дома номер 92 горка, вот. А вы свои районы можете поискать и посмотреть, где можно прокатиться. Кварталы живые, массивые. 744-636. Звоните, рассказывайте про украшения города, как у нас наш прекрасный город украшен к Новому году, все ли вам нравится, или может быть чего-нибудь еще хотите. Группа ВКонтакте Первая Студия тоже для вас. Ждем всех. А сейчас реклама на Первом Ярославском, никуда не уходите. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая Студия. Ну что ж, это Первая Студия, спасибо, что остались с нами, друзья. Сегодня обсуждаем украшения города. Мы говорим про Ярославль, вы звоните нам из любого другого города, из Ярославля в том числе, из города нашей области, рассказывайте, как украсили ваши города и рассказывайте о том, нравится ли вам это. И звонок у нас уже есть. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Борис. Борис. А вы из какого города, напомните? Гаврилов Ям. Гаврилов Ям, как украсили в этом году? Ну, не особо украсили красиво, конечно, поставили елку на площади. Но так как я бываю ежедневно в Ярославле, то, естественно, нравится, как украшен наш областной центр. А вы по работе ездите, Борис, да, в Ярославль? Да, по работе, но и очень нравится, как украшена площадь около Дома культуры Добрынина. Шар, елка. Украшенный шар в виде игрушки. И с двух сторон по проспекту отходят украшенные деревья. Деревья. Борис, а вы были на Кирово, на Ульц-Кирово? Вот в этом году в ближайшие дни не был, но, надеюсь, вот после Нового года, ближе к Рождеству. Да, обязательно. Обязательно сходите на Кирово. Там тоже есть игрушка, и есть кресло, трон, такой новогодний, очень красивый. Большие короткие виде подарков. Я уже увидел в группе ВКонтакте фотографии, мне уже тоже захотелось. Правильно, настроение новогоднее обязательно появляется. И по поводу Гаврилов-Яма, тоже тут проездом была Гаврилов-Яма, действительно, город украшен не так ярко, как хотелось быть. Темно-темно, оп, Гаврилов-Яма. Ну что могу сказать вам, Борис, ехала я назад, в районе полуночи там примерно, и как-то, знаете, там очень самобытно зато. Вот, ну как-то вот прям душевненько. Поэтому я думаю, что настроение новогоднее тоже там поселилось. Борис, давайте с вами поиграем. Давайте попробуем. Борис, вопрос будет от меня, если вы к нему готовы. Какой-то презент, возможно, себе забрать. Борис. Ну давайте, давайте попробуем. Поехали. Смотрите. В Дании роль новогоднего салата, как у нас, оливье, что принято считать? Вот какое блюдо в Дании вместо оливье едят? Алло. Алло. Не слышите? Слышите вопросик? Да-да. В Дании. В Дании вместо оливье. У нас оливье, а какое блюдо едят в новогоднюю ночь в Дании? Ага. Поехали. Сельдь в желе, цезарь, салат цезарь, рыбный салат, либо рисовая каша. Так и хочется сказать, ну и гадость ваша. Заливная рыба. Я думаю, да, наверное, все-таки что-то с рыбой. Может быть, сельдь в желе. Вы думаете, что это сельдь в желе, а в Дании, думаю, чуть-чуть иначе. Хитрый, да. Борис, смотрите, у нас сегодня хитрые вопросы. Спасибо вам огромное за звонок. Приезжайте в Ярославль, наслаждайтесь тем самым настроением. Спасибо вам. Спасибо вам с праздником, с выступающим вам годом. Обязательно звоните нам еще, до конца предновогодней недели еще много времени. Обсудим с вами, поиграем еще раз. Удастся выиграть всем, я думаю, да? Да. Я вот, кстати, ребятушки, знаете, я вчера, правда, я шел по городу, я вчера очень много пришел, очень походить, погулять немножечко. Правда, уже поздно вечером, и мне пришла такая идея в голову. У нас же есть ярмарки, да? Есть. Тут будут открываться у нас, или уже открылись, да? Завтра. Завтра открывается. Завтра откроются. Вот. А у нас же многие не могут в Новый год, ну, правда, большее количество людей не может позволить себе уехать куда-нибудь за границу. Так. Так. И я-то что подумал? Ну-ка. Взять какую-то местность, какую-то площадь в центре города. Так. И, например, построить Эфелеву башню небольшую. Торков займет этим. И около Эфелевой башни поставить какой-нибудь красивый, как это называется, Сереж? Кран. Не ларек, а? Шале. Шале поставить. Так. Французское. Так. И там, чтобы человек на французском говорил и продавал какие-то, может быть, игрушки, какую-то кухню французскую и так далее. Так. Там, например, какая-то вот итальянская. Французская. Италия. Италия. Там Франция. Америка. Ну, вот разные страны, и у каждой... То есть культура страна народов мира. Да, да, да. Представляете, было бы как круто. Я думаю, Торхова нужно взять на работу на следующий год в мэрию. Он будет представлять Салихар. Я напрашиваюсь сейчас таким образом. Мне надо потом будет вырезать этот момент. Я его отправлю. Отправлю. 744-636. Звоните, рассказывайте, как украшен город, нравится ли вам все, что вы видели, и что вы видели в принципе. Обязательно все обсудим. Группу ВКонтакте присылайте фотографии на фоне этих красивых украшенных мест. Все покажем, все зачитаем, пообщаемся и обязательно с вами поиграем. Еще никто ничего не выиграл, поэтому ваш шанс в ваших руках. А по поводу ярмарки? Да, завтра у нас открывается ярмарка новогодняя или рождественская. Продлится она до 7 января. Поэтому приходите, будет очень много интересного. Первый Ярославский завтра покажет прямую трансляцию. Начало в 16 часов, так что смотрите. Ну а что касается рождественской ярмарки, она уже вошла в топ-5. Уже, даже не успев толком открыться. Открыться уже вошла в топ-5 самых ярких, интересных ярмарок по версии портала Блаблакар. Передили же Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Представляете, почетно. Ребят, засияли мы на карте. Друзья, мастер-классы, интересные вкусности угощения. 23 домика, если не ошибаюсь, тех самых шалей. Дедца Деда Мороза, каток, елка, детская карусель. Завтражды еще выступление женщины «Я не танцую» Стаса Костюшкина, друзья. Будет все? Будет. Все для ярославцев завтра. Не пропустите, не помню, открытие в 16.30. 16.00. Ну приходите пораньше. 16.00. Советская площадь. Приходите, получите массу приятных впечатлений. Итак, друзья, у нас снова есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Михаил. Михаил, гуляли ли по нашему Ярославлю и из Ярославля ли вы? Да, я из Ярославля. А в каком районе города живете? Парк моторостроителей. Так, как украшено там? Очень отлично украшено. Ёлку поставили на юбилейной площади. Скверы очень красиво украшены. А в центре были, гуляли? В центре, до площади юности доходили, до центра еще нет. Я вот с ребенком гулял. Ага. То есть вам все нравится? Все нравится. Чтобы еще около цирка можно было поставить. Все будет, Михаил, не сразу. Но на самом деле город, правда, преобразился. Мы об этом говорим постоянно. Самое главное, что Ярославцам нравится. Это, я считаю, победа. Михаил, давайте с вами поиграем. Давайте. Отлично. Леша Торхов зачитывает вопрос. Слушайте внимательно. Хорошо. Михаил, вот у нас в России новогодний салат – это оливье. Какое блюдо в Дании едят в новогоднюю ночь? Вместо оливье. Вместо оливье. Сельдь в желе, цезарь в салат, рыбный салат, либо рисовую кашу. Сельдь в желе, подсказываю, уже не подходит. Осталось три варианта. Это оливье, цезарь, рыбный салат, либо это рисовая каша в Дании. Я думал, что это рисовая каша. Да все правильно думаете. Все правильно, это салатка, рисовая кашка. Китайцы, дачами. Отлично. Михаил, мы вас поздравляем. Отправитесь со своим ребеночком, с которым гуляете по Ярославлю, в театр кукол на спектакле «Клобок и Новый год». Два пригласительных. Давайте порадуемся, как это умеют наши ярославские мужчины с паркомоторстроителей. Ура. Молодец. Порадовался. Спасибо. Михаил, не кладите... Мне нужно всех ярославцам с наступающим Новым годом. Отлично, Михаил. Рады, что подарили вам приятный... Порадовался всем всего наилучшего, хорошего настроения, новогоднюю ночь. Спасибо вам огромное. Михаил, не кладите трубочку, расскажем, где можно забрать наши замечательные билеты. Друзья, мы сегодня с вами обсуждаем украшения. И, естественно, первый ярославский. Он в первую очередь освещает все эти события, показывает красоту на своих экранах наших телевизоров. Хочется сказать, да? Такие есть. Вот, видеоскуптеров и так далее. Как это все работает, как украшается, как обеспечивается иллюминация нашего города. Все, все это сегодня в специальном репортаже от Артема Петрожицкого на первом ярославском. Сегодня обязательно вы посмотрите. Артем подготовил очень интересную информацию о том, как у нас украшен город, как работают все эти подсветки и так далее и тому подобное. И сейчас мы обязательно посмотрим с вами фрагмент его стендапа, хочется сказать. Ну, это работы в кадре. Что же он нам приготовил? Давайте, внимание. Одним лишь движением руки с помощью вот этой красной кнопки в Ярославль приходит Новый год. Каждый вечер, ориентируясь по датчику освещенности, диспетчер морскоцентра зажигает огни ночного города. Вот так вот, одним нажатием одной кнопочки. Красную кнопку нажал, и все засверкалось. А вот 9-го числа Новый год, праздники заканчиваются, так и все. Друзья, мы с вами обсуждаем украшения, а между тем, ведь это действительно такой интересный исторический момент, когда бюджетных средств на эту сверкающую красоту не было потрачено. Это очень хорошо. Пойдут они на другие цели. Да, деньги выделяли предприниматели. То есть скидывались, так и хочется. Миллионами скидывались. Так, надо скинуться, скинуться надо. Давайте тогда освещение города. Пять оленей, три снеговика, еще надо что-то. И вот дерево вот это, пожалуйста, освятите. Фонд содействия развитию Ярославля помогал украсить город. Да, многие руководители разных торговых предприятий и так далее, там подобное, коммерческих организаций, сотни предпринимателей за короткий срок собрали 32 миллиона рублей. Я считаю, что у нас в Ярославле потрясающие люди живут, потрясающие предприниматели, потому что действительно город украсили вот на отметку 5 баллов. Просто меценат. Ну, Ярославская область славилась меценатами. Славилась и по сей день, мне кажется. Да, щедрые ярославцы, поэтому на благо своего родного города, я думаю, ни копеечки не жалко. Конечно. А давайте сейчас посмотрим, как украсили метро в Риме, это Италия, новогодние. Ой, прям наш троллейбус. Как наш троллейбус, но только подземный троллейбус, смотрите, даже с елочки открытые вагоны, там Санта-Клаус с оленями. А мне это как бы, ну, не живые олени-то? Нет, это... Как нормальные живые олени, они просто уже бегутся за поездом, остановите. Перестаньте, не надо никуда, не уезжайте. Друзья, 744-636, призы еще для нас, для вас, у нас есть и для нас. Для нас закончились, а для вас еще есть. Друзья, звоните, группа контакта Первого Студия выкрадывайте, выкладывайте фотографии. Выкрадывайте времечко и выкладывайте свои приветы и поздравления. Ну, а пока вы все это делаете, мы прочитаем вам, что же вам сегодня солят звезды. Итак, овны. Важно поддерживать контакты с друзьями и партнерами, а также с людьми, способными помочь в реализации планов. Тельцы, сегодня не стоит обострять разногласия, выяснять отношения с партнерами, дразнить потенциальных противников, давать пищу для сплетен. Близнецы, если сегодня вы будете придерживаться правил и чувств меры, этот день будет позитивным, а проблемы сведутся к минимуму. Раки, день будет нейтральным, найден будет разумный баланс в общении, энергозатратах, расходовании средства. Львы, сегодня секрет успеха – личная выдержка. Постарайтесь удержаться от лишних слов и действий, проявите мудрое терпение и спокойствие. Девы, стремительный, но интересный день. Вы будете долго раскачиваться с утра, но уже к вечеру придете к намеченной цели. Весы сегодня могут положиться на свой талант и профессионализм, вкус и чутье, а также удачное стечение обстоятельств. Куда без этого? Скорпионы, звезды советуют оставаться выдержанными, терпимыми, дружелюбными. Привычка критиковать других, не замечая собственных недостатков, может пойти не в вашу пользу. Стрельцы, день имеет позитивную окраску, оправдаются расчеты, подтвердятся симпатии. Козерогам предстоит сменить тактику или ритм жизни, но не глобальные планы, а удача придет обязательно, если вы верно оцениваете свои возможности. Водолеи. День исправления ошибок. Сегодня вы вернетесь на верный путь. Рыбы. Для рыб сегодня закрыты многие привычные пути, зато придется подсказка в связи с новым курсом, планом программы и не забудьте вечером позвонить родителям. Друзья, обязательно позвоните родителям не только сегодня, не только рыбы. Делайте это все. И звоните в Первую студию 744-636, группа ВКонтакте Первая студия. А сейчас реклама и новости от коллег. Мы скоро вернемся, никуда не уходите. На первое ярославское утреннее телерадио-шоу Первая студия. Ну что ж, Первая студия вновь в эфире. С вами сегодня мы, Сережка Воронин, задумчивый Лешка Торхов. Он просто поправляет наушники. Ииии, Ксюша. Рулен. Класс. Друзья, сегодня с вами обсуждаем подготовку Ярославля к Новому году, украшение того самого Ярославля к Новому году. Если вы из другого города, звоните и рассказывайте, как украшен ваш город и нравится ли вам это. Мы сегодня вам рассказали про новогоднюю ярмарку, про волшебный троллейбус, про красивые, невероятные игрушки и троны в этом замечательном месте под названием Ярославль. Улица Кирова. Улица Кирова, друзья. Рассказали о супергорке, первой горке на резинотехнике. Но ничего не рассказали про каток. Про каток. Давайте расскажем. Каток на Советской площади, друзья. Вот вы пока наслаждаетесь красивыми пейзажами, снятыми с квадрокоптера, а мы расскажем вам про каток. Что же у нас за каток? У нас на Советской площади. Вот тут справа буквально. Справа, да, каточек такой огромный. Самый большой в городе. Да, самый большой в городе. И я знаю, что у него там какие-то с температурой очень интересные вещи. Да, может, холодильные там установочки, может работать даже в плюсовые температуры. Кстати, он сегодня открывается. Каток сегодня. Да, 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 я тоже знаю об этом. Можно спокойно, бесплатно кататься. Если у вас нет коньков, будет работать прокат. Так что, ребята, идите отдыхайте, развлекайте. Каток огромный, 56 на 26 метров массовое катание. Там запланированы все новогодние праздники. И он не растает, как нам обещают, по уникальной технологии сделан. И, в общем, катайтесь и приходите. И также у нас в Ярославле работает 13 бесплатных катков. Насколько я помню, мы давали тоже эту информацию. Поэтому в районах города, да, в районах города тоже можете съездить, покататься, насладиться. Это очень романтично. Я всегда мечтала провести Новый год в компании с любимым человеком на катке. Ну, могла бы сказать, я бы я устроил в бой курантов прям. Да, мне казалось, что это мило. Друзья, если вы так считаете, звоните нам. У нас уже есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Сергей, город Ярославль. Здравствуйте, как вас зовут? Сергей. Сергей. Тезка. Сергей, Сергей. Как вам город наш украшенный? Город чудесно украшен. Мы из Дзержинского района. Так. Уже сейчас ездим гулять, смотреть, наслаждаться всей этой красотой, которую мы в Ярославле вообще не видели никогда. Вот, я про это сегодня и говорю. А Дзержинский-то район украшен или нет? А Дзержинский район у нас украшают только Парк Победы. Там у нас и елка, и гирлянды, и фейерверк будет к новогоднюю ночь. Но я хотел рассказать про то, как природа в этом году украсила тут тайское шоссе. У нас, значит, кафе Северянка бывшее, и на стене этого кафе сказочный олень еще советских времен. Так вот, в этом году весь этот олень в сосульках, сосульки из крыши, свешиваются. В общем, красота. Привет коммунальщикам, да? Такой передали, незамысловатый. У вас, между прочим, в Дзержинском районе еще и башенные краны украшают, мы знаем. А у нас еще дом монстр стоит у меня из окна, виден, который выжмели. Дом монстр. Давайте думаем, что это свечка вот на праздничном. Торти. Торти, да. Сергей, вы великолепны, вы в потрясающее настроение, но вы сейчас подарили, я аж покраснела от смеха. Давайте с вами поиграем. Давайте. Вопрос будет простой, особенно для вас. Смотрите, перед Новым годом в этой стране все наполняют бокалы водой, а когда часы бьют 12, выплескивают ее через открытые окна на улицу. О какой стране идет речь? О Кубе, Италии, Китае или Финляндии? Италия уже не подходит, я подсказываю вновь. Я думаю, что Куба, наверное, самая жаркая страна. Конечно, это Куба. Сергей, вы победилка. Вы победилка прямого эфира первой студии в предновогодний эфир. У вас потрясающее настроение утром. Вы подарили его нам, мы дарим его в ответ вам в сторице. Поэтому, Сергей, давайте поликуем. Порадуемся. Давайте. Давайте, вы радуйтесь. Поздравляю всех ярославцев с Новым годом. Желаю им здоровья, счастья, финансового достатка. Всего самого-самого доброго. Все, мы выкинули этот бокал. Выбросили. Невероятный вы, Сергей. Не кладите трубочку, расскажем, где забрать ваши билеты. Друзья, 744-636. У вас такое же настроение, как у Сергея. Звоните нам, мы рады вас слышать. Играть уже не будем, но пообщаться всегда рады. Рассказывайте про украшения. Будут приветы, будут поздравления. Друзья, а я, между тем, за новогодним настроением отправилась в театр кукол вчера. И сняла там селфи-утро. Что у меня из этого получилось, давайте посмотрим, потом прокомментируем. Селфи-утро от меня. Поехали. Селфи-утро. Ну что ж, Новый год к нам уже практически мчится, но новогоднее настроение и атмосфера души, так называемой, просто так не появляется. Нужно обязательно самому себе создавать настроение. И вот я решила, что у нас город очень богатый на театр и разные культурно-досудовые учреждения, я решила отправиться в театр кукол на спектакль про Колобка. Посмотрим, что же там такого интересного показывают деткам, ну и, соответственно, взрослым. Фигурочка. И зайчик уже отправится на сцену радовать маленьких-маленьких телезрителей. Ну расскажите, пожалуйста, прям тайна-тайна. Какова жизнь Колобка в Новый год? Тут мы еще ни разу не видели спектакль. Что же тут такого интересного? Он маленький, глупенький и ищет счастье. И находит. И находит, да. Под Новый год случаются чудеса. И найдет его именно у себя в доме, где он был создан. Представляете, друзья, так что счастье доступно каждому. Ну как, ваши новогодние ощущения? Нравится уже? Уже нравится? Да. Первый раз сидим. Да? Ощущение новогоднее. Настроение вообще хорошее. Отлично. И тебе настроение хорошее. Колобок найдет свое счастье. Самое главное, чему учишься, тому, что счастье всегда находится с тобой рядом. И Колобок рассказал об этом маленьком детстве. У меня потрясающее настроение. Новогодний дух просто заплетает в Ярославле. Здесь в частности и везде реку Семенса. Друзья, заходите в Ярославле, наслаждайтесь этой атмосферой и войдите в нас с вами. Пока-пока. Привет-привет. Хочу сказать, я вам вернусь. Ну ты-то нашла свою счастье, скажи. Да я нашла его здесь, прям с вами, еще в сентябре. Докатилась ты, так хочется сказать, с Колобком-то. Друзья, 744-636 звоните. Успеем еще принять звоночки, зачитать ваши привет и поздравления. Расскажем сейчас про елочку. Что же за елочка нас ждет в этом году на Советской площади? Сережка? Елочка классная, яркая, высокая. Новогодняя. 18 метров, на ней будет более 2000 игрушек. Если по сравнению с прошлым годом, у нас было всего 7 елок установлено в городе. Там было меньше, а здесь на одной более 2000 игрушек. А всего по городу будет 20 новогодних елок в районах города, плюс еще у торговых центров. Друзья, как интересно. Это все, давайте на елочку отправляться. У нас есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Галина. Галина, расскажите, как вам господи? Город наш украшенный. Ой, просто отлично. Потому что мы живем вот как раз на юбилейной площади, где около ДК Добрынина. Так. Вышли однажды вечером погулять с коляской и были просто в шоке от такой красоты. Так и остались на улице. И такие, ба, да мы в Москве живем. Ну правда. Вы когда-нибудь видели такую красоту в нашем городе? Я вот нет. Нет, мы не видели. Вот я как раз в вашей группе ВКонтакте тоже скинула фотографию сына своего старшего. Вот на проспекте Ленина мы сфотографировались. Вообще просто изумительная красота. Все соседи у нас тоже в шоке. Мы как раз вчера это с нашими бабушками здесь обсуждали. Они тоже все в шоке. Все счастливы, довольны. У всех просто новогоднее настроение. Даже подъезд стали украшать. Поставили елочку. Скажем спасибо нашим замечательным предпринимателям, которые действительно подарили нам с вами такую красоту нашим областным и городским властям. Огромное вам спасибо от жителей, от ведущих первой студии, да и от всех, я думаю, кто приехал в Ярославль. Давайте с вами передадим приветики, порадуемся, поздравим всех с Новым годом наступающим. Всех поздравляю. Поздравляю всех и с бывшим днем энергетиков, всех энергетиков. Поздравляю всех жителей города Ярославль с наступающими праздниками. Всем счастья, здоровья, улыбок, успехов. И вам всего самого лучшего, отличная программа, отличная первая студия. Нам очень нравится, мы под вас просыпаемся, поэтому вам спасибо большое. Спасибо вам огромное. Звоните нам еще 30 числа, звоните. Будем с вами разыгрывать, играть и веселиться, как умеем это делать только мы, друзья. Сережа, Леша и я имела в виду нас. Мы можем зажечь втроем. Мы можем. Друзья, про елочку сказали, про каток сказали. Что у нас? Лазерное шоу ждет нас в Новый год. 3D. Певица Нюша приедет к нам на Советскую площадь. Друзья, вы можете прям под курант успеть доесть мандарины и шампанским все это запить. И быстренько, быстренько... Выйдь на луну. Почему выйдь на луну? Такая песня такая. Выйдь на луну. Выйдь на луну. Вой, вой. Вот. Короче, друзья, давайте. Все. Приходите, будет очень здорово. И не попадайте в пробки. Сейчас мы, кстати, расскажем, что у нас там сейчас происходит на наших ярославских дорогах. Пробки. Пробки. Поехали с Саней. У нас, видимо, на проспекте Фрунзе застрял Дед Мороз. Пробка большая от Московского проспекта у нас дотянулась. Давайте посмотрим центральную часть города. Аварии здесь у нас в Заволжском районе. Центр более-менее все в порядке. На Советской площади, кстати, закрыто движение. Это еще расскажем. Там готовится к Новому году. Давайте посмотрим Заволжский район. Две аварии серьезные на проспекте авиаторов. Поэтому затор тянется вот уже к Яковлевской туда церкви. Поэтому люди, которые сейчас двигаются на работу, могут попасть в солидные пробочки. Дежинский район. Более-менее все в порядке. Как говорил Сергей, все хорошо, который нам звонил с Дежинского района. Все в порядке. Все прекрасно. Друзья, все помнят замечательную рекламу. Мне кажется, все это помнят. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Все эти грузовички помнят. Между прочим, этот рождественский караван пройдет и через Ярославль. Два грузовичка проедут у нас в городе. Остановятся на Советской площади. Сегодня какое число? 28-е. 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 28-е остановится. Либо завтра. Я вот теряюсь в датах, но вы обязательно контролируйте. Вот этот караванчик новогодний, известно, такую газировочку продают. Видел, как... Газировочка. Да, раздают, вернее, будут раздавать. Видел, как в других городах это было. Это что-то ужас. Там штурмом брали эти автомобили. Ну, потому что это... Поднимали просто. Новогоднее настроение дарит. Друзья, в общем, Санта-Клаус лично поздравит горожан, расскажет увлекательные новогодние истории. Помимо этого любой желающий Ярославль сможет принять участие вот в этом шоу, которое будет организовано. Поэтому Ярославль – столица мира, чтобы вы понимали. Все приезжайте сюда. Для того, что-нибудь обязательно сбудется. Я думаю, настроение новогоднее будет у вас точно обеспечено. А вот, например, приветы почитать. А, Лешенька, давай, мы же обещали. Я вот просто вижу тут новые лица. Новые лица, имена и фамилии. Ну, начнем со Светланы Сидорович. Доброго утра, всем хорошего настроения и непромокаемой обуви. Спасибо, Светлана, согласны все абсолютно. Анна Шалагинова пишет «Доброе утро», передаю привет вам, ведущей, а также своей лучшей подруге Катерине Талашовой. Желаю ей отличного дня, прекрасного настроения, преодолеть всех опыта и помни, я всегда мысленно рядом. Галина Егорова нам пишет. Всем доброго утра, как бы отличных корпоративов. Настроение сжигательного на все праздники. Улыбайтесь, веселитесь. Спасибо руководству города за оформление города. Продолжает нам еще история поступает, а также Светлана Сидорович пишет «Доброе утро». Никак не украшено наше село и темень кромешная. Уж извините, наслаждаться красотой и поедем в Ярославль. Ну, вариант. Мы вас извиняем, приезжайте. Елена Зиновьева, доброе утро. Сейчас живу в Рубинске, к сожалению, в этом году, кроме елок на главных площадях города, украшений совсем нет. Зато у нас в подъезде жильцы своими силами украсили первый этаж. Вот такая красота, говорит. Он даже показывает. Да, смолик такой. Галина Егорова, которая нам дозвонилась, как раз показывает фотографию на проспект Ленина. И Людмила Горшкова присылает фотографии, как украсен подъезд. Украсили на дверях зубной пасты, нарисовали домики новогодние и елочки. Друзья, ну что ж, первые судьи заканчивают свою работу. Оставайтесь вместе с первым Ярославским. Сегодня специальный репортаж от Артема Петражицкого. 18.30, женщина в профиль, героиня, журналист Ольга Березина. В 19.00 информационные итоги среды в программе «День в событиях». В 19.40 сети от Вячеслава Маркова. И также, друзья, у нас поступила информация, что подбросили на улицу Калинина несколько коробок с щенками. 11 щенков ждут своих хозяев. Звоните в редакцию первого Ярославского, 744-614. Расскажем, где можно забрать и подарить себе такое новогоднее чудо. Ну а с вами были Сережа Воронин, Леша Торхан и Ксюша Рулева. Пока-пока, увидимся завтра. До завтра. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова